Победа, равнозначное поражению. В одной восьмой Кубка России баскетбольный Спартак Приморья выиграл домашний матч у Купола Родники 90-78, но в следующую стадию турнира не пробился. Подробности у Павла Зайцева. Те же команды, та же площадка, дежавю, нет, разные турниры и разные игры. Накануне Спартак Приморья встречался с Ижевским клубом Купола Родники в рамках чемпионата страны в Суперлиге. Сейчас команды играют на Кубок России. Первая встреча одной восьмой финала проходила в Ижевске. В ней спартаковцы умудрились проиграть 64-88. Для выхода в одну четвертую красно-белым нужно отыграть отставание в 24 очка и для попадания в следующую стадию набрать больше. Установка была следующая. Мы просили ребят играть на победу. Вот и все. Не на сохранение счета первого матча, а на победу. И, в общем-то, я думаю, что они к этому стремились. В первой четверти намечается равновесие 19-19. Стартовая пятерка Спартака не может создать уверенного задела. В битву вступают игроки скамейки. Ну, маленечко везения не хватило вначале. Не попали открытые броски. Забили бы. Создали комфортное преимущество, в котором соперник бы уже немножко был подавлен. И тогда у нас был бы шанс отыграть ту нужную разницу в 24 очка. А не удалось забить открытые эти броски. И получилось, что пошла борьба. Иван Савельев забрасывает три трехочковых. Василий Бабайлов дважды попадает из-за дуги. Это больше половины дальних выстрелов команды. Однако ижевцы показывают лучший процент точных бросков с периметра. Когда уже началась четвертая четверть, мы решили немножко рисковать, играть более агрессивно, удваивать, где-то отдавать бросок. Вот. Иногда получалось. Как видели, нет. Соперник забил 12 трехочковых. И получается, что риск не до конца себя оправдал. Во второй половине матча Спартак лидирует, но гости упираются до конца. И благодаря разгромной победе в Ижевске проходят в одну четвертую кубкового финала. Спартак Приморье сосредоточится на выступлении в чемпионате. Павел Зайцев, Руслан Мартынычев. Панорама.